11 тысяч человек были задержаны в России по результатам трех акций 23, 31 января и 2 февраля. Это данные ОВД-инфо. Тогда во время самих протестов было зафиксировано применение со стороны силовиков дубинок, электрошокеров и газа. Но капитан подмосковного подразделения полиции Николай Королев отказался бить протестующих. После того, как в январе получил приказ выйти на разгон митинга, он демонстративно выбросил форму. Издание проекта опубликовал это видео. Я знаю, кто я. Также я знаю, кем я быть не хочу. Поэтому так и со мной. И сейчас Николай Королев с нами на связи. Николай, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, после вот этого поступка стало известно о том, что вы получаете угрозы. Что это за угрозы и как вы считаете, кто может быть с этим связан? Да, получаю угрозы личного характера, личные сообщения. Ну, угрозы, скорее всего, там половина-то боты, наверное. Но самое страшное, что неутешительная информация приходит от бывших коллег, что сотрудники МВД готовят у меня дома обыск с возможностью подброса каких-то запрещенных предметов и раскручивают дальнейшее уголовное дело на меня. Сейчас поставлена задача сделать на меня уголовное дело любым путем. Протянуть за уши, но чтобы наказать меня, чтобы другим было неповадно поступать так же, как и я. Скажите, пожалуйста, Николай, а были сотрудники, которые вас поддержали? Да, таких сотрудников очень много. К сожалению, я не могу называть их имен, им дальше работать, служить. Очень много достойных людей, которые мне писали, сотрудников. Сотрудники ОМОНа мне писали, Росгвардии, сотрудники полиции, бывшие коллеги. И поддерживают в большинстве своем, поддерживают, говорят, да, добрые какие-то слова. Я правильно сделал, все, молодец, все четко сказал. А не поддерживают в основном ветераны и пенсионеры, причем некоторые из них уволены были по отрицательным мотивам с уголовными делами. А вот я правильно понимаю, что вы написали заявление на увольнение еще до последних акций протеста, еще до Нового года? Да, и почему так? Я написал заявление о рапорт на увольнении 29 декабря, все верно. И потому что я больше не мог служить в этой службе, потому что я утратил нить какой-либо по своей полезности. Я таким образом хотел просто уйти и забыть про это. Да, вот эта акция моя с выбрасыванием формы, это было как бы начать жизнь с нового листа, но и привлечь внимание к проблемам самой внутри службы. Это ужасный ком проблем, которые надо разгребать, надо смотреть, что с этим делать. А 22 числа мне поступило сообщение от руководителя, что 23 я должен выйти в усиление, что автоматически значит поехать на митинг. И я отказался от этого, действительно, это так. Я сказал, что я не поеду, я не согласен в этом участвовать. И взял больничный лист, у меня действительно стали проблемы со здоровьем, из-за того, что я очень сильно перенервничал в тот день. И я просто взял больничный лист, я не хотел марать свои руки вот в этом всем. Скажите, я так понимаю, что вы проработали в МВД 13,5 лет, срок немалый. А до этого приходилось участвовать в разгонах, митингах или в наведении правопорядка на митингах? Нет, все-таки кинологическая служба – это особый вид действительно деятельности. Мы участвовали, скажем, косвенно участвовали, обследовали места проведения мероприятий, обследовали, вот я рассказывал, обследовали место, допустим, Садовое кольцо, участники движения, по-моему, называлось «Белая лента». Вот мы прямо там обследовали, проходили. На предмет обнаружения взрывчатых исчез, взрывных устройств. Конкретно проводить разгоны, вот так, чтобы идти там, одевать там. Нет, не приходило в цепление, были, стояли, а вот так, чтобы махать дубинки, нет. Скажите, пожалуйста, вот вы можете объяснить, на последних акциях протеста мы вот видели множество фактов чрезмерного применения силы со стороны силовиков, там электрошокеры и газ, и дубинки. Почему так происходит? Это приказ избивать людей или это силовики сами так настроены? Я не думаю, что есть приказ избивать людей, потому что все приказы выглядят примерно так. А выйти на охрану общественного порядка, общественной безопасности, конкретно бить кого-то там, нет, нет, такого не говорят. Скорее всего, это просто от безнаказанности, от какой-то внутреннего, какого-то своего проявления садизма, что ли, я не знаю. Но, скорее всего, это просто безнаказанность, чувство вот этого вседозволенности. А что вы знаете о словах «Брянск-Север»? Вот мы видели видео, когда на акциях протеста кого-то в штатском задерживали, он произносил эти слова и его отпускали. Можете объяснить эту ситуацию, что вам об этом известно? Ну, скорее всего, это какое-то кодовое слово. Это надо спросить у ребят с управления «Э», мне это не знакомо. Скорее всего, это какой-то пароль, кодовое слово, да, которое выдается сотрудникам, и они говорят, я с таким, честно говоря, не сталкивался, все-таки у меня специфика работы была немножко другая. Но я могу предположить, что это, скорее всего, кодовое слово. А вот в современных российских реалиях, если полицейский получает незаконный приказ, там, избивать людей, или как-либо другого, не обязательно этот приказ, насколько вот сейчас реально не выполнить этот приказ? Это зависит все от полицейского, потому что полицейский может подвергнуться уголовному преследованию или будет уволен по отрицательным мотивам со службы, да. А у людей, ну, большое количество лет за плечами, и они не хотят это терять, хотят все доработать до пенсии свои 20 лет, у всех семьи и тому подобное. Так что приказ, скорее всего, будет выполнен. То есть, не увольняясь, нельзя сказать, приказ незаконный, я его исполнять не буду? Это невозможно? В системе МВД практически невозможно обжаловать никакой приказ устно. только через суд, и причем это так выглядит, говорят так, судитесь, попробуйте против нашей машины что-либо сделать. Николай, спасибо вам большое, мы обязательно будем следить за вашей дальнейшей судьбой. Николай Королев, уволившийся капитан московского подразделения полиции, был с нами на прямой связи. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok